Что вы знаете о чёрном, успешные мужики? О чёрном мужчине из Конго, с дельты реки? Что вы знаете о его ласке чёрной? О ласке тех, кого мы называем чёрными? Их пальцами чёрными в потных ночах на подстилке чёрствой. Ласки, сыпятся ласки, так рисовали европейцы монстров. Она чёрная, у неё ребра словно вырываются наружу. Через тонкую кожу, вбирая ночной воздух застуженный, горит огонь в центре костра. На шутре болтается лента, у него смертность в семье 75%, как говорят в чисто вычищенных пластиковых кабинетах статистики. Где-то там, за геном, где шуршат форматы А4 листики. Где-то там, где белые господа хотят назвать его чёрным, чёрным, да, а некоторые чуркой для выплеска злобы или просто для потехи и дать в ебло, потому что понаехал. Потому что в ёбаной Франции они второсортные. Потому что в ёбаной Америке ты ниггер для успешного и гордого. Потому что в ёбаном Токио тебя будет ненавидеть средний класс с корнями самураев чинных и говернанток безродных из нищих масс. Они будут чуриться и говорить, чёрный, пиздоболя после работы, потому что они успешные, а ты, жалкий ты, лежишь на циновке, потный, чёрный, цвета шлака от горных пород. И ласкаешь свою женщину, которая завтра умрёт, умрёт от голода. Слушайте, господа! Слушайте, белые господа! Они, они тоже ласкают свои, как вам кажется, второсортные эрогенные зоны, страстью смазанной она, подыхающая от просрочных отстатков в помощи гуманитарной, дышит ему резко в плечо, блаженно улыбаясь в судорогах странных. Они тоже хотят ласки, пусть для чёрных, пусть без понимания любви, как философской концепции, чёткой, но если ты скажешь, что чёрный дерьмо, и не для их пальцев ваши ценности и золотые кольца, то каждый шрам от кнута работорговца, каждый вздох, умирающий от спида малолетки, породающий себя на ссаных улицах Нигерии клетки, каждый взгляд дикого на ласкового, вобьётся в себя, сожрёт твои глазницы белые и правильные до затасканности, чтобы потом ласкать друг друга без вашего осуждения, что они, мол, суки, размножаются ежедневно, чтобы целовать чёрные худые плечи, коричневые соски и чёрную-чёрную спину, иссушенную солнцем и москитами. Ты надеваешь фрегийский колпак, а внутри у тебя кунсткамера. Чувства по банкам растолканы, как несчастные дети, родившиеся тварями. Дай же мне сунуть руки в формалин, дай сожму пальцами твою голову потлатую, залезу туда и один за одним я расхерачу все экспонаты. Я знаю, знаю, тебе очень нравится, когда кто-то посторонний абсолютно без зла смотрит на тебя и испуганно пялится в твои увлекательно страшные глаза. А в твоих зрачках кувыркаются младенцы, кричащие, словно побывали в аду, но я отворю музейную дверцу и чуть наклонив голову, я войду, я возьму все твои ценности по банкам растолканы, подброшу, а остальное сделает гравитация. Что мне делать? Смотреть и быть волком или что? Безудержно рассмеяться? Младенцы вываливаются стеклом покоцанные, сыпаться на пол в слёзы-расколки. Поплачь и освободи музейные полки для чего-нибудь лучше, чем урода эмоции. Ты опустеешь на время, не бойся. Тут я посмотрел на часы и замер. Семь. А у меня пояс без пятнадцати восемь. Из Москвы в страну разбитых кунсткамер. Не верьте мелко буржуазии, Рукописи горят. Бред не распространяют си некоторые из ребят. Ртами героев лгут ребята, Всё говорят. Рукописи их не горят, Однако наши горят. Их голова не горит от боли, Они поют. Им ледопети, Васи, Коли, Что водку пьют. Что им до девочек-наркоманок? Тухлая кровь? Есть же погоны, цветы, бокалы, Тюль, любовь. Он вам достойно расскажет, знаю. Пусть говорит. Я наркоманку обняв, засыпаю. Видишь, горит. Когда в песочнице я разглядывал куличики, Была такая примета. Надо было держать пальцы крестиком. Тогда твоя мама не умрёт, говорили отличники. И те, кто не отличали тычинку от пестика. Но я знал. У меня всё окей. У меня два перекрещенных детских пальца. Два пальца, спасающие от бета, От смерти матери. А ещё колки и песчинки в карманах. Грязные руки и кусочек пластмассового солдатика. Кусочек солдата потерялся под решётками канализации. Руки огромные, пальцы пахнут одной из вредных привычек. Однако, я не чувствую наступления цивилизации. Только вижу в зеркало взгляд забывшей куличики. Но я всё держу пальцы крестом. Мой слог стал чище, быстрее бег. Об этом потом. Пока же я стискиваю пальцы, сплетаю их в оберег. Я видел сигареты, которые курят в постели. Однако я держал указательный средний, Сжимая до первой слезы, Пока верхняя фаланга станет розовой, А нижняя побелеет. Может поэтому моя мать ещё дышит озоном из форточки после грозы. Может поэтому на кресте умер чей-то бог. И может поэтому, кстати, я ещё и не сдох. Продолжение следует...